Происходит при запоре. При запоре человек изнурен бесконечной невозможностью покакать, да, сходил, тужился, тужился, пыжился, пыжился, дело не сделал. Там он вышел из туалета с тяжестью, походил, там как бы забыл, вспомнил, ну уж теперь наверняка опять пошел, опять условия не те, и лите, там отвлекся, никак, специально настроился, опять никак, тужился, тужился, пыжился, пыжился, никак не, опять у него не получается. Ну вот, а что происходит при запоре? Во-первых, при запоре рассинхронизируется работа внутреннего и наружного сфинктера, да, то есть мы садимся, пытаемся наружный сфинктер расслабить для того, чтобы что-то выкакалось, а поскольку у нас, а как получается запор? А когда у вас каканье не в одно и то же время, например, вот вы проснулись, побежали, покакали, целый день спи, отдыхай, ходи себе, ни в чем не отказывай, да, а вы там туда-сюда, где-то в середине дня пришел посыл покакать, ну какой покакать, вы везде бегаете, вы его себе подавляете, целый день с этим ходите, пришли домой, кто прокакался, кто не прокакался, вот. И вот из-за того, что посыл очень сильный, внутренний сфинктер уже готов, да, а наружный им все никак не пускает, происходит вот эта рассинхронизация. Это первая причина запора. Вторая причина запора, а когда уже совсем деваться некуда, внутренний сфинктер уже больше не удерживает вот эту массу, да, он часть какашек выпускает в ампулу, и они начинают уже давить на наружный сфинктер уже, алло, хозяин, мы уже пришли, какашки твои, давай, выпускаем нас. Ну вот, а где он тут на совещании, он там в метро или где-то там что-то делает. Ну вот, потом он приходит и начинается вот эту вот какую-то порцию кала, которая у него содержится в этой ампуле, выкакивать без внутреннего позыла, господи, позыва из внутреннего сфинктера анального, а только пытается усилием воли раскрыть сам себе очко, типа там, анус, раскройся, сим-сим, раскройся, ну покакай. Он все никак и никак. Вот, и в итоге, если долго мучится, что-нибудь помочится, можно, конечно, как бы родить несколько овечьих какашек, вот, но это не до полного глубокого удовлетворения, да, это жалкие слезы того, на что человек, в принципе, был готов. Он был готов просто смертью не тазу показать, у него сколько там всего накопилось, да, он там выкакал две жалкие какашки. Почему это происходит? Потому что у него внутренний сфинктер не готов, потому что произошла эта рассинхронизация, потому что в этой ампуле, где ничего не должно быть, там у него перележал этот кал, а из ампулы прямой кишки очень хорошо всасывается жидкость, значит, кал имел какую-то массу, да, пока он перележал в ампуле, всосались остатки жидкости, кал превратился в кака, в эти, в такие вот, в катышки, в камушки, их уже не так просто выкакать, как саму каловую массу, да, и вот это вот все вместе и за дни в день, и за дни в дни приводит к запору.